Новый взгляд Новый взгляд Новый взгляд В погоне за клиентом городские организации готовы на все. Не являются исключением и коммунальщики. С какой проблемой пришлось столкнуться новоиспеченному Боровскому ТСЖ, расскажет Илона Измайлова. Управлять своим домом – дело непростое. Ведь необходимо следить не только за его состоянием, но и за расчетами расходов электроэнергии, газоснабжения и так далее. Жители дома по адресу Северная, 58, во главе с Владимиром Сомовым решили, что пора взять управление домом в свои руки. И 16 декабря 2013 года они зарегистрировали свое ТСЖ. Но все оказалось не так-то просто. Мы в этом доме живем более 25 лет с самого начала. И последние три года ООО «Коммунал» от своих функций полностью, можно сказать, устранился. Когда мы получили документы, которые показывают, как они отчитали за 2012-2011 год, то у нас возникло очень много вопросов. Исходя из полученных документов, было ясно, что тарифы на содержание дома были увеличены. Однако сделать это компания может только с согласия жильцов. Нам предоставлены были подписные листы. Будь то бы люди, наши жители дома голосовали за повышение тарифа. Когда мы сделали анализ этих подписных листов, то оказалось, что более половины подписных листов – это липовые подписные листы. Также Владимир рассказал, что в обслуживающую компанию «Коммунал» они обращались и предлагали решить ситуацию мирно. Однако дело все же дошло до суда. Для того, чтобы понять, были ли подписи липовыми и кто их собирал, мы направились к директору ООО «Коммунала» Владимиру Рязанцеву. Мы привлекаем к этой работе жителей домов и студентов. Уже не первый год. Подавший заявление в суд и обратившийся к вам господин Сомов в суде отказывался от своей, самолично им поставленной подписи в решении собрания, то есть в решении вопроса по утверждению или не утверждению перечня. Ну, только лишь уже судья, как говорится, его убедил в том, что это ваша личная подпись. То есть человек отказывался от своей подписи. Помимо разбирательства в суде, Владимир Сомов также обращался с просьбой разобраться и в администрацию города. Чем там им правомерно помочь, рассказал заместитель главы Игорь Давлетшин. Мы не будем занимать ни сторону ТСЖ, ни сторону управляющей компанией «Коммунал». Наша задача – не оставить дом без управления. Если ТСЖ способно управлять своим домом, если все жители могут, так скажем, передать свои полномочия по управлению домом правлению, то ТСЖ с нашей стороны никаких препятствий быть не может. Кто прав, а кто виноват, будет решать Соликамский городской суд. Ближайшее заседание состоится 11 марта этого года. Будет ли проведена независимая экспертиза, также решит судья. Ну, а мы будем следить за развитием событий. Илона Измайлов, Анатолий Соснин, телекомпания «Соль-ТВ». Во время подготовки материала мы столкнулись с тем, что проблема подделанных подписей среди управляющих компаний – проблема не новая. В связи с чем, уважаемые телезрители, я обращаюсь к вам. Если и вы столкнулись с подобными действиями вашей управляющей компании, позвоните нам по телефону 707-83. Давайте вместе разберемся, кто прав. Сейчас короткая реклама, после которой вернемся и продолжим выпуск. Не переключайте. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112. Что может быть лучше отдыха вдали от городской суеты? На лыжной базе «Калеец» вы сможете устроить активный отдых для всей семьи. Работает прокат спортинвентаря для детей и взрослых. После лыжной прогулки по зимнему лесу можно посетить сауну, сыграть в бильярд или настольный теннис. А в гостевой беседке с мангалом можно устроить пикник. Захотели здесь отдохнуть денек-другой? К вашим услугам уютные гостиничные номера. Лыжная база «Калеец» – здесь вам всегда рады. Наши телезрители первыми узнают главную тему свежего выпуска газеты «Наш Соликамск». Вашему вниманию рубрика «Своими словами». На февральском заседании Соликамская городская дума должна вынести на публичное слушание проект новых правил благоустройства Соликамского городского округа. За последние несколько лет, мне кажется, это уже третий, наверное, вариант правил, они меняются в той или иной степени. В данном случае, в частности, правила перерабатывались в соответствии с протестами прокуратуры, для того, чтобы привести их в соответствие и для того, чтобы правила смогли наконец-то заработать. Уже по факту этого проекта, правил благоустройства, существует мнение, что они не будут полноценно работать в городе. Поэтому городской думе предстоит достаточно серьезный вопрос. И каким образом город на сегодняшний день будет в дальнейшем решать проблему, в том числе работа этих правил, и в том числе проблема бродячих животных, как бы вопрос остается открытым. Вот, собственно, эту тему мы и пытаемся рассмотреть. Смотрите Соль-ТВ, читайте наш Соликамск, и пусть в вашей жизни теория никогда не расходится с практикой. Сразу несколько соликамских школьников были сняты с уроков специалистами отдела по делам несовершеннолетних, что послужило поводом для вынужденных прогулов. Расскажем прямо сейчас. Обычный поход в школу для учеников 9-х и 10-х классов первый в школе оказался не таким, как всегда. Молодым людям предложили вместо изучения предметов съездить на экскурсию и никуда не будя в подразделении ОМОНа города Березники. Таким шансом воспользовались 15 парней. Саша Попов, ученик 10-го класса, не стал даже думать и сразу согласился в такую поездку. Ну, мы примерно знали, о чем будет идти речь. Интересно стало тоже посмотреть на это все. На ОМОН ни разу не был. Ожидания были у всех ребят, можно сказать, одинаковые. Все как один хотели увидеть стрельбу, боевые уроки, но их ожидания немного не оправдались. Их привезли для того, чтобы рассказать, как и для чего работает ОМОН и что нужно сделать, чтобы связать свою жизнь с работой в этом подразделении. Небольшая экскурсия по корпусам и знакомство с боевым оружием. После обучающего рассказа ребятам разрешили подержать в руках оружие. Как истинные будущие защитники Отечества, ребята пришли в неописуемый восторг от такого приближения к оружию. После этого их ждал другой корпус с не менее интересным содержанием – мины и гранаты. Трогать их, конечно, было нежелательно, а вот посмотреть запросто. Этот минный корпус был последним в экскурсии. Костя Тишин, также ученик 10-го класса, остался не очень доволен поездкой. Я думал, постреляем здесь, покажут какие-то боевые действия, может, какой-то театр разыграют, так сказать. Думал, поинтереснее чуть будет. Костя сам не хочет связывать свою жизнь с подобными подразделениями. Всю жизнь провести в форме – это не его мечта. В отличие от его друга Саши Попова. Ну, я, скорее всего, не ОМОН, а все-таки милиционером стану. Хотел бы стать, а не все-таки не в ОМОН пойти. Кто-то видит себя в кирзовых сапогах и в форме всю жизнь, а для кого-то это не то, на что нужно тратить свою жизнь. Но каждый из них узнал для себя что-то новое. Ведь такой шанс попасть просто так в подразделение ОМОНа выпадает не всегда. Отделом по делам несовершеннолетних было принято решение провести неделю мужества в преддверии 23 февраля. Целью этого события было показать ребятам, что лучше выучиться и работать в войсках, чем вести беззаботную жизнь. Я думаю, они сделали из себя какие-то выводы. Ребята задавали вопросы, подходили ко мне после этого, спрашивали, как можно устроиться где-то сюда на работу, можно ли поступить в какие-то учебные учреждения, связанные именно с этой профессией. Так что я думаю, что цель была достигнута сегодняшней поездки. За неделю мужества отдел по делам несовершеннолетних проведет еще не один такой выезд. Пока планируется провести конкурс по ДД, а также экскурсию в МЧС. И кто знает, может, такие поездки изменят подростков, состоящих на учете в лучшую сторону. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания Соль-ТВ. При наличии у ребенка врожденного заболевания или недуга его семья, родители попадают в длительную психотравмирующую ситуацию и нуждаются в помощи, оказанием которой могут и должны заниматься реабилитационные центры. Сегодня к нам в студию пришла девушка, которая решила организовать такой реабилитационный центр на территории нашего города. Итак, у нас в гостях уже знакомая нашим телезрителям психолог Ирина Сумарока. Ирина, добрый день. Добрый день, Александр. Рад видеть вас сегодня в нашей студии. Ну и первый вопрос, он, наверное, и логичен. Что за центр и основная идея проекта? Очень хотим создать центр поддержки семьи и детства. Откуда эта идея взялась? На сегодня очень большое количество семей в городе Соликамске, в том числе, которые воспитывают особых детей. Эти семьи у нас остаются без сопровождения. Понятие сопровождения мы бы включили своевременную, прямо с ранних периодов, помощь не только медицинских специалистов, но и дефектологов, логопедов, специальных психологов, которые бы своевременно, грамотно, профессионально оказывали этим семьям помощь. Соликамск – это один из тех малых городов, которые посильно пытаются решить кадровую проблему. Насколько профессиональным будет коллектив, кто будет оказывать услуги? На сегодня у нас установлено сотрудничество с городом Екатеринбургом. Там очень сильная школа специального образования. Вот уже в апреле готовы к нам сюда, в город Соликамск, приехать специалисты, обучать логопедов раннему вмешательству в развитие детей, чтобы своевременно, на ранних этапах, начиная там с года, оказывать свою посильную нужную помощь. Ну а теперь расскажите, на какой стадии находится реализация проекта, создание проекта и есть ли какие-то сложности? На сегодня мы разрабатываем концепцию проекта, мы устанавливаем сотрудничество с различными общественными организациями. Нас очень хорошо поддерживает управление образования, администрация города Соликамска. Вы спрашиваете о проблемах, знаете, удивительно, но вот на сегодняшний день мы с проблемами не столкнулись. Мы встречаем взаимопонимание, желание помогать, такое ощущение, что открываются двери. Как узнаете, какие услуги будут востребованы жителями? Ну вот для начала я скажу, в чем мы видим суть работы своего центра. Вот вы знаете, часто с экранов телевидения звучит, России нужен каждый ребенок. А мне хочется сказать, что за каждым ребенком стоит как минимум два взрослых. И в лучшем случае один из них остается работающим, а другой сопровождает ребенка, если он особый ребенок, в течение всей его жизни практически. Так вот мы бы хотели в первую очередь предложить в своем центре такую услугу, как присмотр и уход за детьми. Чтобы родитель мог отдать, как в детский сад своего ребеночка, и понимать, что жизнь, здоровье будут сохранены. А в перспективе, когда у нас организуется команда профессионалов, мы будем еще заявлять о том, что оказываем реабилитационную помощь таким детям. Какие услуги будут предоставляться и как вы выбираете услуг, как спектр услуг набирается? На сегодня нами разработана и уже запущена анкета. Она размещается на сайте дошкольного портала управления образования. В анкете мы предложили перечень услуг, которые готовы оказывать семьям, воспитывающим ребенка с особыми потребностями. Так вот, уважаемые наши зрители, мы приглашаем принять активное участие в определении дополнительных социальных услуг в городе Соликамске. Содержание анкеты размещено на сайте общественной организации «Луч». Вот я уже сказала, на Соликамском дошкольном портале. Если у вас нет доступа в интернет, вы можете подойти в дошкольный отдел управления образованием и там заполнить анкету. Поэтому, пожалуйста, примите активное участие в обозначении своих потребностей. Мы прислушаемся к ним, обязательно откликнемся. Ирина, с вашего позволения, мы разместим анкету и на нашем сайте. Буду вам очень признательна. Спасибо огромное за поддержку, за понимание. Ну, спасибо, что сегодня пришли в нашу студию, поделились своей новостью. Надеюсь, не последний раз видим у нас в гостях. Спасибо вам. А я напоминаю, у нас в гостях была психолог Ирина Сумарока. И еще раз напоминаем анкету с предлагаемыми будущим центром поддержки семьи и детства услугами. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Телекомпания Соль-ТВ желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. С вами был Александр Чухлинов. Увидимся завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Всего вам доброго. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю в Перми – 210. 4567. Что может быть лучше отдыха вдали от городской суеты? На лыжной базе «Калеец» вы сможете устроить активный отдых для всей семьи. Работает прокат спортинвентаря для детей и взрослых. После лыжной прогулки по зимнему лесу можно посетить сауну, сыграть в бильярд или настольный теннис. А в гостевой беседке с мангалом можно устроить пикник. Захотели здесь отдохнуть денек-другой? К вашим услугам уютные гостиничные номера. Лыжная база «Калеец» здесь вам всегда рады. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин